Слишком молодые, чтобы умереть. Натали Вуд. Раннее утро 29 ноября 1981 года. Фильм Аннет Баумайстер. Актрису Натали Вуд сегодня нашли мёртвой. Её тело было обнаружено у острова Санта-Каталина. Новые обстоятельства в деле загадочной гибели. Натали поскользнулась и ударилась головой. В тот день меня разбудил звонок школьной подруги, с которой мы дружили ещё с младших классов. И она сказала мне, что Натали утонула. Я сначала не поверила, подумала, что произошла ошибка. С этим трудно смириться. А потом я просто разрыдалась. В тот день погибла актриса, которая придала выражению «звёздный ребёнок» новый смысл. Она с детства была не звёздным ребёнком, а звёздной актрисой. Натали Вуд удалось достичь тех высот, о которых другие дети лишь мечтали. Она стала кинозвездой. Натали – часть истории Голливуда. Золотого Голливуда, гламурного Голливуда, старого Голливуда. Голливуда Мэрилин Монро и Джеймса Дина. Натали Вуд стала иконой киноиндустрии для нескольких поколений. Все, кого я спрашивала об этой трагедии, помнят, как они услышали по радио сообщение о гибели Натали Вуд. Все оскорбят о ней, как о близком друге. Её смерть глубоко ранила многих людей, ведь они росли вместе с ней. Натали Вуд всегда была в центре внимания. Об этом свидетельствуют миллионы её фотографий и ссылок в интернете. Однако немногие смогли понять её внутренний мир, хотя она открыто говорила о своих фобиях. Я всегда боялась воды, особенно тёмной воды, как в море или в реке. Сегодня у берегов Санта-Каталины... Смерть Натали Вуд – одна из величайших загадок Голливуда. В 2011-м расследование её гибели возобновилось. В этом выпуске свежие новости о смерти легенды кино Натали Вуд. Считалось, что это был несчастный случай, но сейчас говорят, что причина смерти не установлена. Однако эта актриса прославилась своей жизнью, а не смертью. Представьте, в семье русских эмигрантов родилась одна из самых известных девочек в мире. У неё были нежные, карие глаза, невероятно глубокий взгляд. Потом она выросла и превратилась в настоящую красавицу. У неё был необыкновенный дар понимать людей и суть ситуации, в которые они попадали. Журналисты, коллеги по работе и режиссёры называли её звездой. Родители Натали принадлежали к среднему классу, но старались дать ей всё возможное, понимая, что у них растёт необычный ребёнок. Это я не о себе. Это история моей сестры. Лана Вуд на 8 лет младше Натали. Для Ланы Натали была не только старшей сестрой, но и лучшим другом и защитником. Когда мне было 14, Натали подарила мне одну вещь, с которой я никогда не расстаюсь. Это русский крестик. Николай и Мария Захаренко жили в Сан-Франциско, когда родилась Натали. Или, как они называли её, Наташа. Отец был очень умным и образованным человеком. Любил играть на балалайке. После того, как в России к власти пришли большевики, он был вынужден покинуть страну. Ему не нравился Голливуд, а мама, наоборот, обожала всё, что с ним связано. Она любила наряжаться и ходить на вечеринки. Любила выходить в свет. Мария бредила Голливудом. И даже придумала яркую историю о том, что она наследница Романовых и раньше танцевала в Большом театре. Однако место в Голливуде досталось старшей дочери. Мать воспринимала жизнь по-своему, как все русские. И она прививала эти взгляды Натали с младенчества. Мария была уверена, что ребёнок станет звездой уже тогда, когда носила Натали под сердцем. И оказалась права. В этом доме Натали жила, когда была ещё маленькой. Я тогда жил на углу, через дорогу. И вот от этого самого места начиналось огромное поле. Ничего больше не было. Раннее детство Наташи прошло в городке Санта-Роза на севере Сан-Франциско. Здесь она подружилась с соседским мальчиком Эдом. Дорогому Эдвину от Наташи. Вот она в русском сарафане. А это просто Эду. Мы всегда будем друзьями. Люблю Натали. Думаю, я был первым мужчиной, с которым спала Натали Вуд. Мы спали в одной кровати, когда нам обоим было лет пять или шесть. Вот она. Кто-то сфотографировал нас на старый фотоаппарат. А Натали потом проявила этот снимок и принесла его мне. Я обещал, что никогда с ним не расстанусь. Я носил это фото в бумажнике почти 70 лет. Видите, какое оно потертое? Да, 70 лет. 70 лет. Она сказала, что мы навсегда останемся друзьями. Летом 42-го начались съемки фильма «Счастливая земля» в Санта-Розе. Когда мать Натали узнала, что режиссер фильма Ирвин Питчелл проводит пробы для маленьких девочек, она помчалась на съемочную площадку. Мать Натали стояла и смотрела, как проходят съемки. А в перерыве стала подталкивать Наташу вперед и шептать ей на ухо. Это режиссер фильма. Подойди, сядь к нему на колени и спой русскую песенку. Натали была очень послушным ребенком и хотела порадовать маму. Она подошла к Ирвингу Питчеллу и сказала «Здравствуйте», после чего он просто не мог от нее оторваться. В тот день Наташа получила роль, а ее друг Эд остался в тени. Как-то раз мы приехали на съемки, я увидел огромные прожекторы. Они показались мне настоящими чудовищами. Ведь мне тогда было лет шесть. Там были огромные листы металла. С их помощью делали спецэффекты, например, гром. Эти звуки до смерти меня перепугали. Я вцепился в маму, и она отвезла меня домой. Наташа блестяще сыграла роль маленькой девочки, которая уронила мороженое. И эти восемь секунд изменили ее жизнь. Натали впитала эту способность с молоком матери. Она умела так себя преподнести, что все были от нее без ума, и понимала, что этим она проложит себе дорогу в Голливуд. Мария видела, что предсказание сбывается. Цыганка нагадала Марии, что она родит девочку, которая в будущем станет звездой мирового масштаба. И добавила, что девочке следует опасаться темной воды. Мария передала эту боязнь воды дочери. Все изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Натали никогда не заходила в воду. Боялась даже замочить ноги, когда мы сюда приезжали. Она всегда очень боялась воды. Натали была великим человеком. Иначе не скажешь. Она всегда называла меня Эд или Эдди. Всю жизнь с раннего детства слава ее не изменила. Мать Наташи решила, что семья должна переехать в Лос-Анджелес. Ее муж Николай не стал спорить с женой. Мария понимала, что только в Голливуде Наташа сможет выбиться в люди и сделать карьеру. Когда Наташа уехала из Санта-Розы, ее детство закончилось. Только там, дома, она могла быть Наташей, маленькой беззащитной девочкой. Уже в четыре года она начала зарабатывать деньги для всей семьи. В те времена дети-кинозвезды, такие как Джеки Куган, зарабатывали в Голливуде наравне со взрослыми. Мальчик заработал 4 миллиона долларов, которые его родители промотали. Куган подал иск, требуя, чтобы 15% его зарплаты вкладывалось в бизнес. Мария знала, сколько денег зарабатывают дети-актеры. И поэтому, когда Питчелл объявил пробы на детскую роль, не стала терять времени даром. Перед пробами Мария отвела Наташу в сторону и показала ей бабочку в банке. Затем она оторвала бабочки крылья на глазах у ребенка. Наташа расплакалась, а Мария толкнула ее вперед и сказала, «Отлично, теперь иди, сядь на колени к Орсену Уэллсу, звезде этого фильма, и продолжай плакать». Тактика Марии себя оправдала. В фильме «Вечное завтра» Натали сыграла австрийскую сироту и украла у Орсена Уэллса всю картину. Это напоминает ей о том, как нацисты убили ее мать. И папу, папу тоже. Я думала, вы ее отец? Нет. Отдайте, пожалуйста. Посмотри, ничего страшного. Это просто бумажная игрушка. Роль Маргарет принесла семилетней девочке всемирную известность. Но студия считала, что у нее не слишком благозвучное имя. Она писала своему другу Эду. Директор студии изменил мое имя. Теперь я Натали Вуд. С любовью, Наташа. Сначала ей это не нравилось. Думаю, тяжело привыкнуть к тому, что на тебя все время кто-то глазеет. Что ты все время на виду. Светская жизнь – это нелегко. Наверное, каждому из нас хоть раз в жизни приходилось соответствовать чужим ожиданиям. И это всегда негативно сказывалось на нас. Снявшись в мелодраме «Чудо на 34-й улице», Натали завоевала сердца американской публики. Я Санта-Клаус. О, ты мне не веришь. Нет. Я знаю, что вас наняла моя мама, миссис Уокер. Но вы самый убедительный Санта. Правда? У вашей бороды не видно завязочек за ушами. Потому что она настоящая. Ведь я настоящий Санта-Клаус. Давай, попробуй ее оторвать. Я пересматривал этот фильм раз сто, клянусь. Потому что там была настоящая Натали. Маленькая девочка, разочаровавшаяся в Рождестве. Она в самом деле была такой. Вот так, сделай вот так. Молодец. Даже сейчас, в Америке, между Днем Благодарения и Рождеством, этот фильм показывают около десяти раз. Да, да, вот так. Почесываешь бок и приговариваешь. В этом фильме есть ощущение чуда. А Натали и Вуд словно обсыпали волшебной пыльцой. Мария видела потенциал Натали. Позже она говорила, «Бог дал мне дочь, но я сделала ее такой, какая она есть». Мать воспитывала ее актрисой, идеальным ребенком-звездой, которой будут давать роли режиссеры. Натали пользовалась популярностью и зарабатывала неплохие деньги. Она была воспитанной девочкой и не хотела заставлять родителей ждать, поэтому старалась все делать быстро. Натали стремилась быстрее научиться читать. Для этого она учила не только свои слова, но и слова всех остальных актеров. Мать заставляла Натали заучивать наизусть весь сценарий. Детство Натали прошло на съемочных площадках. Она ходила в школу при студии, где по три часа в день изучала обязательные предметы. Она была очень дисциплинированным ребенком. Ей выбирали платья, накладывали макияж. Делали прически, постоянно указывали, как и где стоять, какой быть. Голливудские дети. Они росли в атмосфере постоянного внимания. Многие не справлялись с такой славой. В Голливуде есть даже термин для этого – синдром непереносимости славы. Натали с детства страдала бессонницей. Она боялась оставаться одна. К слову, все эти фобии ей внушала мать. Когда Натали была маленькой, она всегда спала с куклами, потому что боялась оставаться в одиночестве. Натали пыталась уйти от проблем в мир фантазий. Она влюбилась в киноактера, который был старше ее на 8 лет. Я никогда не видела у нее плакатов с Робертом Вагнером. Так что, думаю, это была лишь красивая история, не более того. По словам матери, Натали встретилась с Робертом в студии, когда была еще совсем маленькой. Она увидела его и сказала, «Вот за кого я выйду замуж». Но над Натали тяготел рог. В 11 лет она сыграла в фильме «Зеленое обещание». В одной из сцен девочка должна была перейти через мост во время шторма. Во время съемок мост оборвался, и Натали чуть не утонула. Она схватилась за обломок опоры и барахталась в бурном потоке. Никто не помог ей. Камеры равнодушно снимали происходящее. Это была первая встреча Натали со смертью. При падении с моста Натали сильно повредила руку. Она, конечно, расплакалась, и мама утешала ее. Натали тогда сломала запястье. Никто даже не вызвал врача, чтобы осмотреть девочку. В результате кости срослись неправильно. И с тех пор Натали всегда носила браслет, чтобы скрыть этот недостаток. Она сняла браслет в одном единственном фильме. Мария переживала, что инцидент замедлит съемки. Она говорила Натали, чтобы та продолжала улыбаться и играть, хотя и переживала за свою дочь. Мать Натали не доверяла докторам. Она боялась, что Натали не получит ролей, если об этой травме станет известно публике. В то время жизнью Натали Вуд распоряжались все, кому не лень. Мать, студия, публика. Все, кроме нее самой. К 16 годам она успела сняться в 20 художественных фильмах. Такое количество впечатляет. Однажды Натали позвали на прослушивание. Там был известный голливудский актер, одним из первых, основавший собственную продюсерскую компанию. Он пользовался мировой известностью. Разумеется, это очень прельщала мать Натали. Девочку пригласили на прослушивание в отель Беверли Уилшай. Мать сама отвезла ее, потому что у Натали еще не было прав. Актер сказал Натали, что всегда хотел ее. Всегда хотел переспать с подростком. В общем, он жестоко изнасиловал девочку. Это причинило Натали не только глубокую душевную травму, но и реальный физический вред. 16-летнюю Натали положили в больницу. Мать не стала обращаться в полицию, поскольку боялась, что огласка повредит карьере дочери. Мария хотела сохранить лицо. Но Натали взбунтовалась. Раньше мать сама выбирала для дочери сценарий. Натали хотела самостоятельно принимать решение. В то время Натали переживала типичный период взросления звездных детей. Она изо всех сил старалась отойти от образа ребенка и стать взрослой и самостоятельной. То же самое сейчас происходит с Майли Сайрус, которая снималась в подростковых сериалах и теперь старается изменить амплуа. Майли часто появляется на публике в откровенных нарядах, потому что хочет быть женственной. Так же было и с Натали в 50-х. Она хотела, чтобы ее воспринимали как юную леди. По счастливой случайности, Натали попал в руки сценарий «Бунтаря без причины», где она захотела сыграть роль стервы Джуди. Мать Натали была против этой затеи, а режиссер счел девушку слишком правильной для подобной картины. Натали пришлось спровоцировать автомобильную аварию, чтобы получить роль. Вместо того, чтобы позвать на помощь матери и отца, Натали позвонила режиссеру фильма Николасу Рею и попросила его приехать. Она хотела рассказать, что авария произошла из-за того, что она пила с Деннисом Хоппером, и ее выбросили из машины. Николас Рей приехал навестить ее. Как только он вошел в палату, Натали сказала, «Ник, знаете, как меня называет врач? Он зовет меня малолетней преступницей». Перед уходом Рей подозвал врача и сказал ему, «Хорошенько заботьтесь об этой пациентке. Она станет звездой моего следующего фильма». Темой картины был бунт подростков против родителей. В то время Натали испытывала те же эмоции в реальной жизни. Она мечтала об этой роли. Однако все оказалось не так просто. Здравствуйте, Натали. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Как вам наша кухня? Лучшая местная кухня. Вы специалист в этом вопросе. Я выросла на такой еде. Обедаю на площадках с четырех лет. Совершенно верно. Натали настоящая труженица. Она снимается с 41-го года, верно? Верно. Она играла дочерей и внучек мировых звезд. Но я могу быть искусной обольстительницей. Кранч, сделай разметку. Ты как? Дай мне немного земли. Эй, Ториадор! Она подаст сигнал, и мы едем к обрыву. Кто первый выпрыгнет, тот и трус. Понятно? Мы тогда всю ночь были на съемках. Я сказала «мы», потому что там были и мама, и я. Натали должна была стоять между двумя машинами, когда началась гонка. Я помню, что очень боялась за нее. Боялась несчастного случая и все время плакала. Включайте фары! Этот фильм стал поворотным моментом и в ее карьере, и в личной жизни. Джеймс Дин вскружил Натали голову. Затем у нее начался роман с актером Деннисом Хоппером. Потом с режиссером Николасом Рэем, который был старше нее на 30 лет. Она никогда со мной не откровенничала. Я знала Натали и знала об их связи, но никогда не думала, что это настоящая любовь. Скорее всего, ей просто хотелось кого-то контролировать. Привет. Привет. По-твоему, это и есть любовь? Не знаю. Как думаешь, какие парни нравятся девушкам? Но в жизни эротические сцены не так уж романтичны. Находясь во власти сексуальных фантазий, Деннис Хоппер, Натали и прочие молодые люди, принимающие участие в съемках, решили устроить оргию. Они набрали очень горячую ванну и забрались в нее все вместе. Но вода была настолько горячей, что, присев в ванной, Натали обожгла зону бикини. Эксперимент обернулся настоящим кошмаром. Все присутствующие потом смеялись над этой историей. В общем, неудачный сексуальный опыт закончился пожаром между ног в прямом смысле слова. После выхода «Бунтаря» Натали Вуд добилась того, что не удалось другим звездным детям. Она стала настоящей кинозвездой. Ее коллега и подруга Фэй Майо видела, как менялась жизнь Натали. После выхода фильма мы с ней стали чаще видеться. Как-то раз приехали на студию во время ланча, подъехали к пропускному пункту. Везде заграждение, охрана. И охранник, увидев Натали, сказал, «Мисс Вуд, проезжайте». Натали повернулась ко мне и сказала, «Это только начало». 16-летнюю Натали номинировали на «Оскар». Она подписала эксклюзивный контракт с Warner Brothers. Способность очаровывать с первого взгляда сделала Натали звездой. Она будто смотрела собеседнику прямо в душу. У нее были огромные карие глаза с озорными искорками. Посмотрев в них однажды, вытонули в них навсегда. За ней ухаживали многие звезды. Фрэнк Синатра, Стив МакКуин, Деннис Хоппер, Майкл Кейн. У нее даже было свидание с Элвисом Пресли. Элвис тогда был пай-мальчиком. У него было много друзей среди молодых людей его возраста. И он веселился с ними в парке аттракционов в родном городе. А Натали уже состояла в интимной связи с 40-летним мужчиной. В общем, она была намного опытнее рок-певца. И Элвис показался ей скучным. Элвис Пресли ей не нравился. Мне жаль, Элвис. Голливуд полюбил Натали, А Натали полюбила жизнь актрисы. Однако личная жизнь у нее не складывалась. Натали остро нуждалась в поддержке и пыталась заполнить пустоту в душе алкоголем и мужчинами. Она любила мужское внимание, любила флиртовать с мужчинами. Но иногда... Иногда она становилась несколько, как сейчас говорят, распущенной. А раньше такие вещи не обсуждались. Мать Натали устроила свидание на яхте, чтобы познакомить дочь с ее будущим мужем, актером Робертом Вагнером. Вагнер был завидным женихом, и 18-летняя Натали поддалась его чарам. Год спустя они поженились. Настоящая звездная пара. Это была самая милая пара Голливуда. Оба были молодые, красивые, и оба добились успеха и известности. Натали была очень счастлива. Она говорила о Роберте. Мой муж, мой ребенок, моя сила и моя слабость, мой любовник и моя жизнь. Публика с интересом наблюдала за их отношениями. Натали заботилась о своем звездном имидже. Она всегда выходила из дому одетой с иголочки, при полном макияже с безупречной укладкой. Как-то раз мы с ней собирались к дерматологу на косметические процедуры, и я спросила, зачем ты красишься? Ведь у врача придется умыться. И она ответила, что люди, с которыми она встретится на улице, должны увидеть ее такой, какой она им нравится. Вскоре Натали решила, что необходимо сменить надоевший образ юной кокетки. В конце 50-х она посещала школу актерского мастерства в Нью-Йорке. Натали снималась в фильмах для широкой публики, но режиссер Эли Аказан увидел в ней глубину и ранимость и дал ей ведущую роль в драме «Великолепие в траве». Это Натали Вуд. Ее очень трудно узнать. В таком образе мы видим ее впервые. Прошу вас, можно я... В Нью-Йорке фильмы снимают совсем не так, как в Голливуде. там другое отношение. На съемках фильма «Великолепие в траве» Натали впервые смогла применить навыки, полученные ею в школе актерского мастерства. Тебе лучше, дорогая? Да. Да. Намного. Нет ничего полезнее в ванной. Ее умоляли снять браслет для сцены в ванной. Она упиралась. Как я уже говорила, она никогда его не снимала. Но режиссер настаивал и говорил, «Прошу, ты должна его снять. Никто не берет браслеты в ванную. Мы просто не сможем снять сцену, если ты его не снимешь». В конце концов, она согласилась и сказала, «Хорошо, мы снимем эту чертову сцену». И сняла браслет. Извини, что побеспокоила. Я не хотела тебя волновать. Это одна из самых эмоциональных сцен фильма. Режиссеру удалось пробудить всех демонов, спящих в Натали, показать всю боль ее отношений с деспотичной матерью. Она повторяет, «Я хорошая девочка, хорошая девочка». Эти слова говорит не Дини, а сама Натали Вуд. Это самая глубокая сцена во всем фильме. Очень тяжелая сцена. Здесь Натали обнажена перед камерой во всех смыслах. Я собираюсь позвонить этому парню. Не смей! Не смей, мама! Не смей! Хорошо, Дини, не буду звонить. Мама, если ты позвонишь… Он тебя испортил? Испортил? Испортил меня? Нет. Дини! Дини! Нет, ничего он не испортил. Дини, прекрати. Я хорошая девочка, я хорошая девочка, хорошая! Я всегда слушала вас с папой. Ненавижу, ненавижу вас, ненавижу! Ненавижу! Дини! Это бунт самой Натали. Она пошла против стереотипов. Я думаю, что с этого фильма началась взрослая жизнь Натали. В том же году она сыграла главную роль в фильме «Вестсайская история». Этот мюзикл рассказывает о двух влюбленных разного происхождения и социального положения. Тони! Тони! За эту роль Натали получила Оскар. Тони! Тони! Мария! 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 Я плакала во время съемок этой сцены и постаралась побыстрее уйти со съемочной площадки. Меня очень тронула ее игра, как и всех зрителей. Она была настоящей. В этой сцене Натали удалось передать огромную... ...бригамму эмоций. Позвольте мне развлечь вас. Нас ждет веселье час. Громче, громче! Я вас заворожу и фокус покажу. Я буду петь для вас. Я очень верситил. Добрый вечер, меня зовут Цыганка. А вас? Позвольте мне развлечь вас. Нас ждет веселье час. Да, сэр. Нас ждет... ...веселье час. Когда вы смотрите на нее, смотрите в ее глаза, вы готовы сделать все возможное, чтобы ей было хорошо. В этом и заключается магия Натали. Однако успех и слава недолговечны. Имена Натали Вуд и Роберта Вагнера не сходили с первых полос газет. Они покупали дорогие яхты, устраивали грандиозные вечеринки и построили дом за несколько миллионов долларов. Позже Натали Вуд скажет, мы были детьми и верили, что мечта может длиться вечно. Но реальность застигла нас врасплох. Посмотрите журналы о кинематографе тех лет. Посмотрите совместные снимки Вуд и Вагнера. Они улыбаются, они счастливы. Казалось бы, идеальная пара. Брэд Питт и Анжелина Джоли 20 века. Неожиданно всему этому пришел конец. Мечта Натали об идеальной семье рухнула, как карточный домик. Натали проснулась среди ночи, а мужа не было рядом. Она встала и пошла искать своего Эрджи, как она его называла. Он был тут же в доме. Натали открыла дверь и застукала его с поличным, в постели с другим мужчиной. Натали выбежала из дома, не помня себя от отчаяния, а через пару дней подала на развод. Она отменила съемки фильма и еще долго не снималась после этого случая. Об истинной причине расставания никто не знал. Она никогда не рассказывала нам о своих проблемах, держала все в себе. Каждый день в обед она ходила к психологу, хотя сама посмеивалась над этим. И я поняла, что она не может говорить ни с кем другим. После длительного лечения Натали появилась в фильме «Внутренний мир Дэйзи Кловер». Внешне она казалась, как всегда, вежливой, приветливой и терпеливой. Как-то раз, делая ей стрижку, я допустила ошибку, и получилось, что с одной стороны волосы длиннее, чем с другой. Она ничего не сказала, поехала к другому парикмахеру, когда меня не было, и сделала нормальную стрижку. Она боялась задеть мои чувства. Помню, я ей сказала, Натали, сразу говорите мне, если что-то вас не устраивает. Она боялась кого-нибудь обидеть. Только близкие понимали, что ей нужна защита, поддержка и тепло. Когда она приезжала летом, мы не говорили о фильмах. То есть она рассказывала, в каких фильмах снималась, но никогда не обсуждала со мной сами фильмы. Я всегда старался ее рассмешить, потому что ей это нравилось. Хотя мы обсуждали и серьезные вещи. Она говорила, что хотела стать матерью. Но с кем создать семью, если ты голливудская звезда? У Натали были многочисленные романы и длительные отношения с Уорреном Битти, но из этого тоже ничего не вышло. Самая прекрасная девушка в Америке, девушка, в которую влюблены все мужчины страны, и у нее нет парня. У нее не было мужчины, который бы ее любил. Все ее мужчины были с ней только потому, что она была звездой. К тому времени Натали снималась в кино уже 20 лет. Но в середине 60-х постоянное напряжение стало сказываться. Натали не могла уснуть без таблеток. Ее одолевали страхи. Натали все время играла, пытаясь скрыть свое состояние. Мне позвонили и сказали, срочно приезжайте в больницу. Натали пыталась покончить с собой. Я тут же примчалась. У нее было множество причин для этого. Никто не мог понять, что творилось у Натали в душе. У нее тогда был очень сложный период. Тем не менее, Натали продолжала сниматься. Кино с раннего детства стало ее жизнью. В фильме «Внутренний мир» Дэйзи Кловер она играла девушку, мечтавшую о звездной карьере. В 25 лет Натали получила множество наград за роль Дэйзи Кловер. Казалось, что личная жизнь актрисы тоже налаживается. Потеснитесь, звезды. Дайте мне место в небе. Дайте мне крылья. Я хочу взлететь до небес. Я еще не знаменита, но скоро взлечу очень высоко. Вы еще обо мне услышите. Я буду сиять и светить вместе с луной. Я взберусь на самую вершину мира, клянусь. Очень скоро все услышат обо мне. Небеса улыбаются мне. Я дитя среди звезд. Слушай меня, мир. Скоро я стану твоей любимицей. Я выбрала свой путь и не сверну в сторону. Я поднимаю флаг и открываю парад. Берегись, мир. Кловер идет. Вы еще услышите обо мне. Натали познакомилась с Ричардом Грэгсоном и пару раз сходила на свидание с Ричардом Джонсоном. А потом призналась. Мне нравятся оба эти парня. И тот, и этот. Мы решили составить список всех «за» и «против» на двух листочках. В одной колонке мы записали все плюсы, а в другой все минусы. Потом сели и стали размышлять, обсуждали все пункты, долго разговаривали и советовались. И, наконец, она сказала, «Впрочем, я уже переспала с Ричардом Грэгсоном». «Выходит, ты уже все решила?» Вот так мы с сестрой выбрали ей парня, и вскоре они поженились. Ричард Грэгсон был британским продюсером. «Теперь все наладится», — сказала Натали на свадьбе. Натали немного отошла от киноиндустрии и примерила на себя образ деловой женщины. Она вела переговоры по вопросам долевого участия в бизнесе. Фильм «Боб и Кэрол», «Тед и Элис» произвел фурор и создал новый жанр. Это первый голливудский фильм, в котором была свингер-сцена. «Тед и Элис» Картина имела грандиозный успех среди критиков и собрала неплохую кассу. Однако на церемонии вручения Оскара актеры остались ни с чем. Натали была очень умной женщиной и вдобавок невероятно красивой. Я бы сказала, необычайно красивой. Кроме того, она была очень талантливой актрисой. Зрители сразу ее оценили. Актерский талант Натали был настолько ярким, что его невозможно было не заметить. Через год после свадьбы у Натали наконец появился долгожданный ребенок. Она отменила все проекты, чтобы уделять больше времени дочери Наташе. В дочери Натали прежде всего видела себя. Девочка была частью самой Натали, той Натали, которая не потеряла себя, пытаясь стать кем-то другим. У Натали появилась возможность дать дочери то детство, которого она сама в свое время была лишена. Но брак с Ричардом Грэгсоном уже был на грани распада. Узнав, что у него был роман с секретаршей, Натали подала на развод. «Я не могу жить с таким вруном», сказала она и приняла решение, которое ошеломило и ее родных, и весь Голливуд. Она позвонила и сказала, «Я заеду на ужин, мне нужно сказать тебе кое-что важное». Собралась вся семья, все приехали. Мы как раз сидели в гостиной, когда из соседней комнаты вышел Роберт Вагнер. Я очень удивилась. Взяла Натали за руку, потащила на кухню, закрыла дверь и спросила, «Что ты делаешь?» «Что ты делаешь?» А она спокойно ответила, «Из двух зол всегда надо выбирать меньшее». Я была в шоке. В 1972 году, через 14 лет после развода, Роберт Вагнер и Натали Вуд снова поженились. Церемония прошла на яхте. Натали пыталась воскресить свою мечту о счастливой жизни. Они с мужем снова стали звездной парой Голливуда. Я думаю, это была ее последняя попытка все исправить. Голливуд принял Роберта и Натали с распростертыми объятиями, как будто они никогда и не разводились. Вскоре у пары появилась дочь Кортни. Позже Натали скажет в интервью, «Это потрясающее чувство. Я нашла себя в жизни. Я знаю, что меня любят и ждут». Для Натали настали годы спокойной, тихой жизни. Она отменила все съемки. Иногда ее видели в любимом итальянском ресторане. «Теперь я знаю, зачем живу», сказала Натали сестре незадолго до смерти. «Я живу ради семьи». Как-то мы все собрались за семейным ужином, пригласили пианиста. Мы с Натали не выдержали, подошли к нему, сели рядом и начали петь. Его это жутко бесило. Зато мы с сестрой здорово повеселились. Когда он ушел, мы сели у рояля и очень душевно поговорили. Обсуждали наши с ней отношения, семейные дела, трудности, через которые нам пришлось пройти. Это был чудесный вечер. Самый замечательный на моей памяти. В конце 70-х Натали Вуд вернулась в кино. На экраны вышли фильмы «Метеор» и последняя супружеская пара в Америке. Натали было 40 лет, ролей стало меньше. Она пыталась вернуть былую славу, но безуспешно. Отлично выглядите. Спасибо. Вы сейчас даже лучше, чем в фильме «Бунтарь без причины». А это было довольно давно. Вам тогда было лет 15? Да. Она изо всех сил старалась вернуться в прошлое, но ничего не получалось. В 81-м году на День Благодарения Роберт Вагнер, Натали Вуд и Кристофер Уокен вышли в море на своей яхте. Что именно произошло на борту «Сплендер» до сих пор остается загадкой. Доподлинно известно только то, что Натали Вуд той ночью утонула. На борту вместе с ней было трое мужчин. Все они знали, что Натали не умеет плавать. Все прекрасно понимали, что она ни под каким предлогом не стала бы прыгать за борт. Ее долго не было, но никто из спутников не отправился на поиски. Неужели никто не мог ее спасти? Этой трагедии можно было избежать. Ее смерть казалась жестокой шуткой и неумолимой судьбы, с которой Натали боролась каждый день всю свою жизнь. Однако Рок все равно одержал победу. Это было неизбежно. Если вы посмотрите на судьбу членов ее семьи, русских эмигрантов, то вы поймете, что здесь просто сработал закон кармы. Рок тяготеет над историей Натали и по сей день. У нее была прекрасная улыбка и прелестные длинные волнистые волосы, как в фильме «Бунтарь». Она была иконой 50-х. Она была замечательной. Наше с ней детство – это лучшие годы моей жизни. У нее была очаровательная улыбка. Автор сценария и режиссер Аннет Боумайстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова